Самая крупная и интересная в архитектурном решении усадьбы города Форманов принадлежала когда-то крупнейшему селецкому фабриканту Григорию Горбунову. Обширный ослабняк в традициях эклектики был выстроен в конце 19 века. Хорошо сохранилось внутреннее убранство помещений, богатые плафоны, включающие лепнину, любописное панно, деревянные панели стен и двустворчатые двери. Предприятие Горбуновых было основано в 1826 году крестьянином Осипом Горбуновым. После его смерти дело перешло к сыновьям, а затем внукам Григорию, Александру и Максиму. Постепенно вместо ручного производства появилась механическая ткацкая и приодельная фабрики. В конце 19 века учредили товарищество мануфактур и через некоторое время главой фирмы стал Григорий Горбунов. К 1914 году годовой оборот фабрики превысил 10 миллионов рублей, на ней работали более 7,5 тысяч рабочих. Предприятие считалось одним из крупнейших в Неревском уезде. По воспоминаниям современников, богатейший фабрикант Горбунов был простым и доступным человеком. На средство предприятия была создана вся инфраструктура при фабрике, жилые дома, училища для детей и рабочих, бесплатные больницы с родильным отделением и домами для врачей. Фабрикант много поблагал городу Плесу. На его средства там выставили городскую больницу, которую он взял на свое содержание. Установили память к основателю Плеса, княжу Василию Дмитриевичу. Участвовал в Горбунов и в строительстве городского водопровода. По своему вероисповеданию Григорий Клементьевич был старообрядцем. Для своей общины он выставил храм в Середье. На общем собрании старообрядцев Горбунова избрали первым почетным членом общины. По воспоминаниям современников, Григорий Клементьевич постоянно испытывал внутренний страх перед надвигающейся революцией, но остался жить в Середье. В 1917 году у него отобрали фабрику, послабняк и в качестве трудовой повинности заставили приметать улицы. 83-летний Горбунов принял это унижение как посланные богом испытания. Даже жители Середы обращались к властям и просили пожалеть старика. В 1923 году Григорий Горбунов умер. Во время похорон гроб с телом покойного пронесли по всему селу, мимо его бывшей фабрики и отпели выстроенные им церкви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова